Здравствуйте! На телеканале Антенна 7 новости. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Заболевшие этим вирусом зафиксированы в 114 странах. Их количество составило более 120 тысяч человек. Жертвами заболевания по всему миру стали более 4 тысяч человек. При этом вылечились от коронавируса почти 70 тысяч человек. Казахстан внес Россию в список неблагополучных из-за угрозы распространения коронавируса стран. То есть летать к нам не рекомендуется. Вот Казахстан частично ограничил воздушное сообщение с Омском. Сегодняшние рейсы в Нур-Султан отменили. Также будут отложены рейсы 17, 22 и 26 марта. Второй четверг марта, то есть сегодня, Всемирный день почки. Нефрологи основали эту дату, чтобы привлечь внимание к этому важному и невероятно трудоспособному органу. К моменту, когда человек замечает беспокойство по поводу почек, его естественные фильтры могут быть изношены до 90%. В таких случаях медики обычно назначают гемодиализ. Об этом и других способах продлить жизнь тяжелобольных пациентов расскажем в сюжете. Короткое компьютерное приветствие и своеобразное рукопожатие. Это робот измеряет Евгению давление. 118 на 83. Можно и в космос, шутит Амич, если бы не почки. Уже пять лет они у мужчины не работают. Спрашиваю потом, ну а что повлияло? Да. Никто ничего не знает. Абсолютно. То есть у всех по-разному, каждый день у меня организм. Я говорю, я не пил, не курил, нигде не заверзал, там где-то под машиной, там, вообще-то, ничего там не нюхал. Это бывает для того, что вредное производство, так где не работало. Теперь приходится пожизненно три раза в неделю приезжать в больницу на гемодиализ. Это метод очистки крови. Пациента подключают к аппарату искусственной почки. Кровь из вены пропускают через фильтр и возвращают обратно за пять часов. Человек ко всему привыкает, как бы, то будем говорить так, поэтому... Раньше было четыре часа, допустим, отбежать-то очень тяжело. Не подготовленный человек. Потом в течение времени привыкаешься. Ну, своего рода, если можно сравнить, ты, не знаю, примерно как хочешь на эту процедуру, ну, как и на работу, что ты должен идти, потому что это твоя жизнь. Евгений – инвалид первой группы. Гемодиализ вместе с ним проходит еще 180 человек. Это только здесь, в Нефросовете, на базе первой городской больницы. Всего в Омске четыре подобных центра. Это разные категории пациентов с совершенно разными диагнозами. Это и заболевания почек, это и сахарный диабет, это и артериальная гипертензия, это и иммунные заболевания, и врожденные аномалии. То есть патология различная может привести к тому, что функция почек будет утрачена. Но на этом жизнь не заканчивается. Многие из них работают, продолжают прежний образ жизни, но только приезжают к нам три раза в неделю. Есть и другие способы, рассказывает Наталья Владимировна. Для молодых людей, чьи почки утратили свою функцию, подойдет перинатальный диализ. У нас сейчас четыре пациента на перитениальном диализе. Там мембранной является собственная брюшина, ставится специальный катетер, и пациенты дома самостоятельно проводят очистку крови в домашних условиях. Это очень удобно для молодых пациентов, для работающих, для активных. Ну и последний кардинальный метод – трансплантация почки. С новым пересаженным органом пациент не привязан никакому медицинскому центру, а значит может спокойно жить дальше. Вот только в Омской области с донорством тяжко. На операции выделяется 4 квоты в год. Трансплантата не дождаться. А проблемы с почками примерно у 700 амичей. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антена 7. Выбросы пропана на Омском Каучуке превысили норму. Это показала внеплановая проверка Росприроднадзора. Цитата. Выявлены нарушения в части превышения на стационарном источнике установленного выброса пропана, а также выявлены источники, в выбросах которых присутствуют метан и пропан, не учтенные в проекте предельно допустимых выбросов и разрешений. Конец цитата. Это сообщил Омским информационным агентством, исполняющий обязанности руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев. Кроме того, на Омской промышленно-пропарочной станции первой грузовой компании нашли неучтенный источник выбросов. О каких веществах идет речь, не уточняется. Оба предприятия привлечены к административной ответственности. В Омске по национальному проекту отремонтируют 17 дорог. 15 апреля график работы публикуют на сайте администрации. Подробнее об аварийном ремонте городских дорог в репортаже моего коллеги Никиты Иванова. Михаил Горчаков, первый заместитель департамента городского хозяйства, уведомил, что в этом году отремонтируют 17 дорог по нацпроекту – безопасные и качественные автомобильные дороги. Контрактами предусмотрено, что уже при соответствующих погодных условиях, но не позднее 15 апреля, подрядчики сойдут на объекты. И в срок до 1 августа города все объекты должны быть отремонтированы. 65 миллионов удалось сэкономить, по словам чиновника. Этих денег хватит на ремонт еще трех дорог в Октябрьском округе. Отремонтируют также улицу Панфилова, первый разъезд, четвертую транспортную. На это выделили 90 миллионов рублей. Владимир Казимиров, директор управления дорожного хозяйства, рассказал, что пока асфальтобетонный завод не работает. Сейчас повреждения дорожного покрытия заделывают инертной массой, то есть кирпичом. Всего использовали более 100 тонн материала. Его берут с места сноса аварийных домов на заводах. Бюджетные деньги на материал не тратят. Думаю, в течение следующей недели дорожно-транспортная сеть, асфальтобетон на дорогах будет чистым. Мы увидим. Про дефектом, я думаю, уже через недельку утвержденный график выполнения работ он будет. Это первое. Ну и, соответственно, сразу же приступаем к выполнению этих работ. Асфальтовый завод мы традиционно запускаем в конце марта месяца. Месяц назад Александр Лыткин, кандидат технических наук, в интервью нашему каналу рассказал об автономной установке. Техника плавит асфальт и ремонтировать дороги можно круглый год. По словам доцента, такой ремонт эффективнее, цивилизованнее и, самое главное, оперативнее. Но такого оборудования в Омске нет. Той установке, о которой говорите, мы ее уже видели. Мы ее в этом году, я думаю, найдем финансовый ресурс. Мы ее приобретем и вы ее увидите в деле. По словам Михаила Горчакова, на Ленинградском мосту, который не устраивает всех автовладельцев, проведут капитальный ремонт. В этом году по всей ширине планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие и швы. К первому этапу работы приступят в мае. Никита Иванов и Андрей Кузьмин. Антенна-7. Инновационные технологии при кронировании деревьев применяют в Омске. Все подробности в нашем обзоре социальных сетей. Пилит ветку, на которой сидит. Именно это и называют в группе ЧП Омск инновационной технологией. Автор видео хихикает, снимая происходящее. А в комментариях указывают на то, что пилит мужчина ветку не у основания. Автор куку походу. А сегодня ночью на проспекте Маркса бил фонтан. Пост об этом появился в группе «Аварийный Омск». Автор этих роликов объясняет, что прорвало трубу с горячей водой. Гейзер собрал несколько десятков лайков и немного комментариев. Вроде морозов нет. Признавайтесь, чья работа? Чтобы в очередной раз деньжат отмыть? А этот пост сильно расстроил подписчиков паблика «Инцидент Омск». ДК «Шинник». Несколько лет там занимаются инвалиды-колясочники танцами. А пандуса до сих пор нет. Видеозапись набрала больше 14 тысяч просмотров. У нас одна забота об инвалидах. Это парковочные места на автостоянках. А в реальной заботы не было и не будет. Комментируют увиденные подписчики. Он вернулся. Омский фекальный маньяк снова в деле. На нескольких автомобилях, припаркованных у 42-го дома на Богдана Хмельницкого, кто-то оставил коричневые следы. Эта история уже не в первый раз в буквальном смысле будоражит Омск. Но дельцам до сих пор не поймали. А мы продолжаем слежку за постами и комментариями к ним. Волонтерские центры продолжают регистрировать добровольцев. Омская молодежь готовится к трем событиям этой весны. Голосованию за поправки к Конституции, Дельфийским играм и 75-летию победы. Чем будут помогать волонтеры и куда подать заявку, расскажет Ирина Сорокина. Одним из новых проектов стал корпус волонтеров Конституции. До начала голосования в городе откроют 26 информационных пунктов. Там о мечам подробнее расскажут о поправках. Добровольцы также будут контролировать голосование на участках и помогать людям с ограниченными возможностями. Волонтеры смогут помочь людям именно осуществить свое право при воле заявления этих людей на досрочное или на голосование помочь добраться до места голосования, либо прийти уже совместно во время досрочного голосования и совместно вот этой группой, которая отвечает за досрочное голосование, поднять голос этого человека. Маломобильные амичи смогут обратиться за помощью через официальный сайт. Там же проходит регистрация добровольцев, которая закончится 16 марта. Под контроль молодежи попали и дельфийские игры. Сопровождать участников и гостей будет 540 волонтеров. В каждом направлении, то есть если мы берем регистрацию, то они помогают во встрече участников их регистрации. Если мы говорим о направлении работы жюри, здесь непосредственно сопровождение, навигация и помощь жюри. Также есть блок гостей. И вот по каждому направлению есть свой какой-то специфический функционал. Активисты готовятся не только к голосованию и играм, но и к годовщине Победы. Сейчас набирают добровольцев для бессмертного полка. В прошлом году самым маленьким участником шествия стал 8-летний мальчик. Ограничений в возрасте здесь нет. Любое желающее может принять участие, зарегистрироваться на сайте волонтеропобеда.рф, найти там мероприятие, которое будет интересно, и там подать заявку. Также вы можете обратиться в контакты в нашей группе, где написано, и мои контакты, и контакты разных руководителей. Мы поможем вам связаться и зарегистрироваться на мероприятии, принять в нем участие. Общественники разрабатывают всероссийский проект «Сад памяти». В честь павших на войне родственники смогут посадить дерево. Сейчас утверждают места в Омске, где будет проходить акция. Вступить в ряды волонтеров сможет любой желающий. Им нужно лишь определиться с направлением и подать заявку на сайте ассоциаций волонтерских центров. Ирина Сорокина и Юрий Дорошенко, Антенна 7. В эти дни в Омске проходит региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Участвуют школьники 5-11 классов из города и области. Представляют публики и жюри прозу русских классиков, зарубежных авторов, современную литературу. Мой коллега Никита Иванов расскажет подробнее. Мне приходится говорить тихо, потому что, во-первых, мы находимся в библиотеке, во-вторых, за моей спиной проходит всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Матвей Синёки прочитал отрывок из рассказа Михаила Шолохова «Нахалёнок». 15-летний конкурсант начал выступать перед публикой с 6-летнего возраста. Сначала пел, но потом голос сломался. И теперь программа выступлений состоит из прозы. В отличие от многих участников, никогда не занимался сценическим искусством с педагогом. В будущем же хочет обучаться театральному искусству, рассказывает начинающий артист. В этом конкурсе я принимаю первый раз участие, а так я выступаю много где. Меня всё время зовут выступать в наших клубах. Получается, в Ивановке, деревне недалеко, в Москаленском районе я постоянно. И вот в прошлом году я взял первое место по России с этой прозой. Ещё одна конкурсантка Альбина Кизнер. Пять лет своей жизни посвятила театральному мастерству. После школы, возможно, будет поступать в театральный вуз. Я сегодня рассказывала отрывок из романа «Джейн Эрн» Шарлотта Бронте. Там главная героиня – это Джейн. Это был, получается, момент из её детства, когда вообще на протяжении всей книги она очень такая смиренная и спокойная. Это как раз таки, вот почему я выбрала отрывок, потому что она там буквально взрывается. Там вот наиболее эмоциональный момент, где можно показать себя и выложиться. Ну ты не сдержана, Джейн. Согласись. А теперь возвращайся ко в детскую. Прилягко, отдохни, будь моей хорошей девочкой. Я не ваша хорошая девочка. До регионального тура соревнования дошло 89 участников из 30 муниципальных районов и города. Оценивает чтецов независимой и компетентной жюри. Анатолий Ильич Звонов – народный артист России и председатель жюри. В беседе актёр Мскова Тюза рассказал, что для него первым критерием оценивания будет смысл, мысль и желание вовлечь слушателя в текст. Обязательно для меня очень важным является присутствие личности того, кто читает. Потому что я считаю, что искусство, любое искусство, в частности, и литературное творчество, оно состоит из двух ипостасей. Первое – это автор. И от автора там 50%. А другие 50% – это тот, кто адаптирует это произведение на аудиторию. До следующего этапа всероссийского финала дойдут только три участника. Победители поедут соревноваться с 1 по 21 мая в детский центр «Артек». А далее суперфиналисты смогут выступить на Красной площади в Москве. Никита Иванов и Сергей Пайхалов. Антенна 7. Американский актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд Кост, где проходят лечения. Вот с такими новостями мы подошли к кинопремьерам этой недели. Необычная компания киноперсонажей подобралась сегодня. Супергерой Бладшот и две куклы Пиноккио и зловещий Брамс. Кто кого одолеет в борьбе за деньги зрителей? Ставки сделаем после просмотра нашего киноанонса. Мы первопроходцы. Мы прокладываем путь для величайшей модернизации человека. Технологии в его крови увеличивают его силу, его рефлексы. Даже его способность к восстановлению. Ничего подобного мы ещё не видели. Быть супергероем у него в крови. В прямом смысле слова. Секретная корпорация возвращает к жизни недавно убитого солдата. Армия нано-роботов в его крови превратила в бессмертного Бладшота, наделённого сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело, компания влияет на разум и воспоминания. Но герой пойдёт на всё, чтобы выяснить правду. Они у меня в крови. Они и есть твоя кровь. Добро пожаловать в будущее. Бладшот – один из самых известных персонажей комиксов студии Валиан. Впервые они вышли в свет в 1992 году. Но перезагрузку персонаж получил в 2012. В том же году Бладшот вошёл в десятку лучших комиксов. А на экране этот образ примерил Вин Дизель. Вы превратили меня в оружие, и теперь оно нацелено на вас. Я просто хотел сделать своими руками обычную деревянную куклу. Пиноккио, скажи что-нибудь. Папа! Скажите, дети, как его зовут? Правильно, Пиноккио. История про ожившую куклу вновь на больших экранах. Кто ты такой? Пиноккио! А, скажи! Здесь вырастет дерево, усеянное золотыми монетами. Меня ограбили! Бросить его в телецок! А что? Международная премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. А несколькими месяцами ранее Пиноккио уже показывали на родине автора, писателя и журналиста Карла Каллоди. Джуд, я дома. Джуд. И у еще одной кинокуклы этой недели появился друг. Благополучная семья переезжает в старинный особняк. Неподалеку в лесу сын откапывает странную куклу, ростом практически с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком. Не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба. Все в порядке? Что-то мне от всего этого жутковато. Мистика, фэнтези или фантастика? Кукла из какого жанра вам по душе? Выбор предоставляет Денис Ионос, Антенна 7. Авангард завершил борьбу за кубок Гагарина. Ястребы активно начали шестой поединок серии и создали несколько опасных моментов у ворот хозяев. Салават выручил финский голкипер Юха Метцела. А затем ярко сыграли его соотечественники Сакари Манникен и Теэму Хартикайнин. Первый продемонстрировал отличную реакцию и на 16-й минуте по теннисному. Переправил шайбу в ворота Авангарда. А Хартикайнин реализовал большинство. Салават повел 2-0. Авангард ответил в начале второй 20-ти минутки. Луч надежды блеснул после точного броска молодого нападающего нашей команды Александра Еремчука. Но сыграть на вдохновении не получилось. Ястребы проморгали контратаку, пропустили, вновь надавили. Брэндон Макмиллан в сутолоке у ворот протолкнул шайбу за ленточку. Однако судьи после видеопросмотра усмотрели помеху вратарю. Отменили гол. Забить еще раз у наших хоккеистов не получилось. Штурм под занавес матча принес только разочарование. Уфимцы еще раз успешно сыграли в быстрой атаке. Авангард уступил 1-4 в матче и 2-4 в серии. Аумские стронгмены блестяще выступили в одном из главных международных состязаний турнире Арнольд Классик. Популярное соревнование ежегодно проходит в американском городе Коламбус. На площадках местной стронгмен-арены соперничают сильнейшие атлеты со всего мира. А мячи отличились в споре спортсменов-любителей. Опытный стронгмен, чемпион России Евгений Марков выиграл золотую медаль. А молодой атлет Дмитрий Скасырский завоевал серебряную награду. Гонболисты омской команды «Скиф» сыграли два домашних матча с клубом «Эконива Бобров» из Воронежской области. В первом наши спортсмены победили с небольшим перевесом 34-31. Второй поединок получился таким же нервным и упорным. Слово Владимиру Истомину. Отличный старт «Скифа». Четкие и слаженные действия в атаке. Быстрая перепасовка, смена направлений. Резкий и точный бросок Дениса Каплана. Жесткая и цепкая игра в защите. Гол в отрыве капитана нашей команды Владимира Нагорного. Классная двухходовка Дмитрий Абрамов, Михаил Гащицкий. 3-0. Скорость, напор, новый натиск «Скифа». Хороший темп и еще один меткий бросок правого полусреднего нашей команды Дениса Каплана. Десятая минута. «Скиф» повел 7-2. Вначале получалось то, что мы убегали, в защите отстояли. И вот как бы реализовали быстрые голы. И за счет этого мы как бы и вели все это время. Битва характеров. Серия жарких атак на встречных ритмах. Плотная вязкая игра. Удаление в составе гостей. Старший тренера Канива Алексей Саидян взял тайм-аут. Подбодрил, объяснил, воодушевил. Игроки услышали своего наставника. Наладили страховку в защите. Начали точнее и разнообразнее действовать в атаке. 20-я минута. Разрыв в счете сократился до минимума. 11-10. Стало меньше ошибок. Мы сыграли в свою игру. Как бы катали до верного. Катали до верного. Поэтому мы избавились от ошибок прежде всего. Избавились от ненужных бросков. Атаковали только с позиций со 100%. Равное напряженное соперничество. Полная самодача игроков в защите. Прессинг, блоки, голы на мастерстве. Точный бросок Дмитрия Белиновского вывел ски вперед под занавес первого тайма. 15-14. Соперники ответили мощными пробивными атаками в начале второй части матча. Здорово сыграли в стеночку по центру. Растянули нашу защиту на флангах. Эконила впервые матч вышла вперед. 17-19. Гол с перехвата Артема Доробкова дал надежду. Игра на грани. Минимальный разрыв в счете. В решающий момент гонболисты из Воронежской области вновь блеснули отличным розыгрышем мяча в центральной зоне атаки. Два важных гола, затем перехваты. Точный бросок в отрыве. 24-27. Наигрывали эту комбинацию. В конце концов она сегодня получилась. В центре, как вы и сказали уже. В центре прошло. Ну, из краев у нас прошло, не только в центре. Решающие минуты. У Скифа еще оставался шанс отыграться. Главный тренер нашей команды Владимир Бетюцкий взял тайм-аут. Попросил гонболистов сыграть на максимуме. Наши ребята попробовали применить высокий прессинг в защите. Гости прошили заслон пушечным броском с дальней дистанции. Разрыв возрос до 4 баллов. Новые нюансы в игре Скифа не дали эффекта. Наши ребята прибавили в реализации своих моментов, но не смогли сдержать скоростные атаки соперников. Скиф уступил 29-34. Просто везло им. Залетало у них все. Все они подбирали. Если не забили, то подобрали, забили. А у нас много ошибок, много провала в защите. Как ни меняли защиту, все равно все плохо. Два следующих матча чемпионата гонболисты Скифа проведут на выезде. 11 и 12 апреля в Ростове-на-Дону наша команда сразится с одним из прямых соперников – клубом ДГТУ «Лидер». Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, «Антенна-7». Встретимся в следующих выпусках новостей. Желаю вам хорошего дня. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Ты сильнее, когда проходишь диспансеризацию. Многие заболевания на ранних стадиях не имеют признаков. Своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье. Позаботься о себе. Пройди диспансеризацию. Подробности на портале ЗОЖ-55. Да что там делаете? Линзу ищем. Не там ищите. Ищите на аптекару. Редактор субтитров А.Семкин